Британская музыкальная группа Coldplay прославилась во всем мире в 2000 году благодаря их второму синглу Yellow. Они ворвались на вершины всех хит-парадов Великобритании и США. Тогда альбом Parachutas разошел с огромным тиражом, более 80 миллионов экземпляров. Будущие участники группы познакомились в общежитии колледжа Лондона при университете, где и берет начало биография группы. Крис Мартин и Джонни Бакленд стали общаться в первые недели обучения осенью 1996 года. Идея создания собственного музыкального коллектива не покидала друзей. Позже произошло знакомство с Гаем Барриманом. В 1997 году группа иногда выступала в лондонских клубах. Менеджером стал школьный друг солиста Фил Харви, учившийся на тот момент в Оксфорде. Он работал с коллективом до записи второго студийного альбома. Крис Мартин, который в будущем станет вокалистом группы, рос в христианской семье, пел в церковном хоре и хотел стать историком. Гитариста Джонни Бакленда привлекала астрономия и математика, а басист Гай Берриман планировал стать инженером. В первой половине 1998 года группа полностью сформировалась. К коллективу присоединился Уилл Чемпион, который учился на антрополога. Отдаренный музыкант Уилл Чемпион умел играть на клавишах, акустической и бас-гитарах, хотя за барабанный установку Уилл никогда не садился. Навыками он овладел быстро и занял место ударника в группе. Изначально коллектив назывался Пекторальс, но позже участники приняли решение сменить его на Старфиш. Общеизвестная Coldplay позаимствована из творчества Филиппа Хорки, поэма под названием Childers Reflections Coldplay. Идея соединения двух слов принадлежит Тиму Райсу Оксли, но музыкант подарил ее, посчитав, что в названии явный депрессивный оттенок. Крис Мартин приглашал в свою группу заклавишные Тима Райса Оксли, с которым солист познакомился в колледже, но получил отказ, потому что Тим уже состоял в собственной группе Киана. После окончания учебы участники группы подписали контракт с британским лейблом Парлопфоне. Фронтмен Крис Мартин одно время называл жанр музыки, которую играет группа, Limestone Rock в сравнении с Hard Rock. Группа своими силами выпустила мини-альбом Safety 18 мая 1998 года, но основная часть копий отправилась на разные лейблы, что-то роздано друзьям группы. Всего 50 копий предназначались для реализации. В конце этого же года группа Coldplay приглашена записаться на лейбл Fierce Panda, где за 4 дня мини-альбом под названием Brothers and Sisters был готов. Релиз альбома произошел весной 1999 года, а композиции из него быстро завоевали популярность. После успешного выступления на музыкальном фестивале Glastonbury группа Coldplay отправилась работать над новым альбомом. Следующий мини-альбом The Blue Room вышел тиражом в 5000 копий. Его запись проходила крайне напряженно. Солисты-барабанщик сильно поругались, и последний решил уйти из группы. Немногим позже Крис извинился перед уйлом, и музыканты помирились. В ноябрь 1999 года стал для группы Coldplay знаковым. Участники начали записывать дебютный альбом. Первый вышедший трек – Shiver. Занял 35 место в британском чарте сингла в ТОП-40. Эта песня стала дебютом на MTV. Релиз первого студийного альбома произошел в июле 2000 года. Пластина вышла на первое место от чарта альбомов Соединенного Королевства. Не обошлось тут без критики. Некоторые говорили о сходстве с альбомами The Bands и Oak Computer группы Radiohead. Но это не помешало синглам Yellow и Trouble Занимать верхние строчки музыкальных чартов. Лейбл, выпустивший альбом, рассчитывал продать 40 тысяч копий, но в результате получил существенно большую прибыль. Только до конца года в Великобритании было реализовано 1,6 миллиона копий. Завоевав огромный успех в Европе, коллектив решил укрепиться в Америке. В США релиз дебютного альбома состоялся в ноябре 2000 года. Группа Coldplay выступала в Кубах Америки, отыграв первый концерт в Ванкувере. Коллектив старался чаще светиться на телеканалах в США. Старания музыкантов не прошли даром. В итоге альбом стал дважды платиновым и получил Грэмми в 2002 году. В октябре 2001 года группа приступила к записи альбома Arash of Blood to the Hair, релиз которого состоялся в августе 2002 года. Участники группы Coldplay в 17 месяцев занимались продвижением альбома и давали концерты в его поддержку. Первый трек «Политик» Из этого альбома написал фронтмен группы после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. По словам Криса, текст и музыка глубокой ночью пришли ему в голову. Он сразу попробовал сыграть и записать композицию. При этом запись вышла тихой, но солист впоследствии назвал эту песню «Самая громкая песня группы». Композиции «The Stintest in My Place» и «Clock» стали наиболее успешными. Во время тура в поддержку второго альбома группа посетила пять континентов и стала одной из хедлайнеров фестиваля «Глаз Тонбери». За время существования группа получила множество наград, одной из которых стало присуждение приза журналом Rolling Stones как лучшей группы 2003 года. Второй альбом занял 473 позицию в рейтинге 500 лучших альбомов всех времен. В процессе записи третьего альбома X и Y участники группы решили сменить постоянного продюсера Кена Нельсона, пригласив на его должность Дентона Саппла. Альбом вышел в свет в начале лета 2005 года и до конца декабря уже было продано 8,3 миллиона копий. Этот диск стал наиболее продаваемым альбомом лейбла Эйми в 2005 году. Больше того, X и Y сразу занял первые позиции в 28 странах мира. Осенью 2006 года участники группы начали создавать четвертый студийный альбом. Первые треки, взорвавшие интернет, это Violet Hill и Viva La Vida. Что касается последней композиции, то группу Coldplay три раза обвиняли в том, что они украли песню, но претензии оказались необоснованными. Когда группа отправилась на гастроли в поддержку четвертого альбома, отношения между участниками были натянуты. По возвращению с турне, солист предположил, что альбом станет последним в их дискографии. Однако после этого заявления в 2011 году вышел еще один альбом – Milo Zyloto. После этой работы участники начали трудиться над новым альбомом. Группа Coldplay развивали идею более акустического альбома. Таким образом, в декабре 2015 года выпущен седьмой альбом – A Head Full of Dreams. В 2015 году вышел клип с обезьянами на песню Adventure of a Lifetime. Из этого альбома в жанре альтернативной музыки и инди-рок песни группы часто играют на акулеле. Аккорды можно найти в сети. По данным журнала Forbes в 2018 год, британские рокеры в течение этого года объехали пять континентов в рамках турне A Head Full of Dreams и заработали 115,5 миллионов долларов. Зрителям было продано билетов на общую сумму более 500 миллионов долларов. Большая часть средств была потрачена на организацию концертов, покрытие предварительных затрат и налоги. И тем не менее, прибыль была от тура настолько солидной, что шоу-эксперты поставили на третье место в рейтинге коммерческого успеха. Обошли Coldplay в этом плане лишь Tour U2 и A Bigger Bank Tour Rolling Stones. В конце января 2016 года группа произвела фурор, представив видеоклип к песне Hymn for the Weekend. По рассказу солиста, однажды он задумался над тем, что у группы нет ни одной песни для ночных клубов. Крис размышлял, как бы эта композиция могла называться, как бы звучала, так и появился хит. За несколько месяцев клип группы Coldplay и Beyoncé набрал более 150 миллионов просмотров на официальном канале YouTube. В июне 2018 года стало известно, что фронтмен Coldplay приобрел театр на 99 мест в Малибу стоимостью 4,45 миллиона долларов. Одно время театр был церковью, а после звукозаписывающей студии. Пока неизвестно, что музыкант собирается делать с театром. Что касается личной жизни фронтмена, Крис Мартин 11 лет проживал в законном браке со знаменитой актрисой Гвинет Пелтро, но в 2014 году пара решила расстаться. От Союза остались двое детей. Дочь Эппл Блайс Эллисон, 2004 года рождения, и сын Мозес Брюс Энтони, родившийся в 2006 году. Бывшая жена солиста-вегетарианка, к чему приучила и всю семью. Но после разрыва Крис снова вернулся к старым привычкам. Летом 2017 года группа гастролировала по миру в поддержку последнего альбома. За все время Крис ни разу не приезжали в Россию, к огромному сожалению фанатов страны. Группа получила шесть номинаций на премию Billboard Music Awards 2018. 24 сентября 2021 года Крис и BTS выпустили сингл «My Universe». С нового альбома Coldplay – Music of the Spheres. Двиз которого состоялся 15 октября того же года. Трек музыканты исполнили на английском и корейском языках. Продюсером песни стал легендарный Макс Мартин, отвечавший за хиты Бритни Спирс, Арианы Гранде, The Weeknd и многих других звезд. В феврале на концерте MTV Unplugged BTS исполнили песню Coldplay Fix You. Создатели оригинального хита оказались в восторге от кавера. А 3 сентября корейский бойс-бенд и лидер Coldplay Крис Мартин приняли участие в проекте YouTube-релиз. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.